Здравствуйте! Это программа «Лицом к городу». Еженедельно в этой студии мы встречаемся с первыми лицами администрации Рязани и обсуждаем самые актуальные и насущные городские вопросы и проблемы на этой неделе. Таковыми, на наш взгляд, являются вопросы пуска тепла в дома рязанцев и завершающийся ремонт дорог. Вместе с нами заместитель главы администрации Рязани Юрий Бабушкин. Добрый вечер, Юрий Владимирович! Добрый вечер, Юрий Владимирович! Так получилось, что вы курируете и пуск отопления, и ремонт автодорог. Начнем с тепла. На сегодняшний день, насколько я понимаю, тепло во все дома города Рязани подведено. На сегодня мы практически завершили пусковые операции по теплу. Началась она еще с 22 сентября, когда мы начали пробную топку и начали запускать объекты социальной сферы. То есть это школы, детские сады, больницы, объекты спортивного назначения. И с 29 числа мы перешли к объектам жилого фонда. В этом году достаточно быстро мы запустили жилой фонд. То есть в течение пяти дней у нас было уже более 99% домов. На 99% домов подана сетевая вода горячая. И в настоящий момент мы продолжаем... Закончили, скажем так, подключение 100% домов. И продолжаем работы по регулированию системы по гидравлике. И в настоящий момент расцениваем ситуацию как удовлетворительная. То есть у нас уже Дягилевская ТЭЦ вышла на нормальный зимний режим по давлению и по расходу воды. И Новорязанская ТЭЦ сейчас набирает давление. Вот сегодня мы подняли давление до 10 атмосфер. И на следующей неделе планируем выходить на заданный зимний режим. Будем надеяться, что все вопросы, они будут в планном порядке также решаться. Ну, благо и погода сейчас пока позволяет. Тепло установилось на улице, радует октябрь. Юрий Владимирович, ну вот тем не менее, к сожалению великому, наверное, не избежать этой зимой каких-то аварийных ситуаций. Потому что чего уж греха таить. Трубы, которые годами не меняются в должном количестве. Причем это не только в Рязани. Это, наверное, по всей России, в большинстве российских регионов. Трубы тоже устают, порывы возможны, аварии возможны, возможно какие-то локальные вопросы. Вот насколько готовы городские власти, скажем так, отражать вот эти вот всевозможные аварии, всевозможные атаки? Насколько готовы городские власти решать вот эти локальные проблемы? Мы понимаем о том, что состояние сетей в настоящий момент, конечно, требует больших вложений. К сожалению, текущий финансовый год был не самым лучшим. И, в общем-то, не удалось сделать того, что было бы необходимо. Но, тем не менее, весь объем, который мы запланировали в плане подготовки к отопительному сезону, предприятия РМПТС, Водоканал, РГРЭС, они, в общем-то, выполнены в полном объеме. Кроме того, нам удалось дополнительно взять еще бюджетный кредит, на который, ну, в общем-то, можно сказать, дополнительно, да, мы выполнили работы по улице Семинарской по замене теплотрассы и участок, два участка по улице Черновицкой. Эти работы для нас достаточно значимые и важные. Тем более, вот мы позже будем говорить о ремонте улицы Семинарской, да, дорожного хозяйства по улице. Как бы все это дело приурочилось. Надеемся, что это даст хороший положительный результат. В целом, предприятие РМПТС подготовилось к тем возможным непредвиденным ситуациям, которые наверняка будут появляться из-за тех проблем, которые обозначили ранее. Есть ремонтные бригады, и техники все укомплектованы, персонал достаточно грамотный. Кроме всего, кроме своих сил, мы дополнительно заключаем соглашение с рядом подрядных организаций, которые также сможем оперативно привлекать без проведения каких-то конкурсных процедур на аварийно-восстановительные работы. Ну, и, в общем-то, скажем так, результат прошлого года, он показал, что все нештатные ситуации мы решаем оперативно. Ну, что ж, дай бог, как говорится, чтобы в этом году было так же, чтобы год прошел отопительно и штатно. Ну, вот от себя хочу отметить, что действительно в этом году фактически за 5 дней, по-моему, отопление включили, да? Основную массу мы включили за 5 дней. Да, то есть, если вот в предыдущие годы там было, по-моему, 10-12 срок, то сейчас 5, это говорит о том, что могут, что называется, если захотят. Ну, слаженно поработали в этом году и тепловики, и жилищные компании. То есть, наблюдается, скажем так, положительная динамика, что, в общем-то, радует. Игорь Владимирович, вопрос, который наверняка вам еще будут задавать много. Отопительный сезон для жилой сферы у нас начался, согласно постановлению главы администрации, 29 сентября, и, значит, уже в тех жировках, которые люди получили к оплате от КВЦ за сентябрь месяц, два дня отопления будут стоять. Между тем, на 29-30 октября тепло в домах было, ну, у небольшого процента жилых домов, да? А получится так, что заплатить надо всем. Когда будет произведен перерасчет, как быстро это планируется сделать, и как вообще будет регулироваться, скажем так, наличие тепла в доме, да? Отчитались там по факту, что там, к примеру, тепло дали с 3-го числа, а у человека в квартире было холодно до 6-го. Как вот эти вопросы будут регулироваться? Эти вопросы, конечно, мы постараемся отрегулировать наиболее безболезненно именно для жителей. То есть, во-первых, те два дня с сентября, которые по постановлению отопления, начало отопительного сезона прошло, они включатся только в начисление октября месяца. И сейчас предприятие РМПТС ведет с жилищниками компанию по составлению актов фактической подачи тепла на жилищный фонд. И до 20-го октября мы постараемся все эти работы завершить. РМПТС, в свою очередь, обязуется с 20-го октября по его окончанию провести перерасчет. И надеемся, что основная масса жителей города получит перерасчет уже по состоянию на 1-е ноября. То есть, уже в ноябре перерасчет для основной массы будет сделан? Для основной массы будет. Наверное, будут какие-то определенные моменты нестыковки, которые мы увидим в начале месяца. С теми жителями мы обязательно отработаем в индивидуальном порядке все вопросы, которые у них возникают. И я думаю, что всегда найдем какое-то компромиссное решение. Ну что ж, спасибо за подробный рассказ о стартовавшем утопительном сезоне. Теперь перейдем к ремонту дорог. Вторая актуальная тема, вторая актуальная задача. В Рязани он сейчас завершается. Ну, во-первых, со временем нашей последней встречи сделали улицу Циолковского. Действительно, неплохо получилось. Ну да, то есть, хоть она и достаточно долго по времени производства работ длилась, тем не менее, результат, в общем-то, показывает себя. То есть, улица получилась довольно неплохо. Остались ряд работ по благоустройству зеленой зоны. И в настоящий момент завершаются они, надеемся, что в ближайшие там несколько дней эти работы закончатся. Сезон, на самом деле, уже подходит к концу. И у нас остается еще несколько улиц, которые требуют своего завершения. Основные вопросы сейчас у нас возникают по улице Семинарской, по улице Спортивной. Вот по Семинарской даже, я обратил внимание, на неделе СМИ написали, что не будет выполнено поручение губернатора, который поручился завершить асфальтирование улицы до 15 октября. Что все-таки помешает выполнить это поручение? Мы рассчитываем, что те обещания, которые мы давали губернатору до 15 октября, выполнить асфальтирование всей улицы Семинарской, мы надеемся, что их выполним. План, который, график, который у нас сегодня действует, по которому мы контролируем подрядчиков, мы выходим как раз на эту дату. На оставшуюся часть октября у нас остается только работы по зеленой зоне, по посадке деревьев. То есть, благоустройство улицы. Улица в целом, потому что вы знаете о том, что улица, она, собственно говоря, идет полностью в ремонт со всеми тротуарами, зелеными зонами, парковочными зонами. В принципе, у меня нет сомнений о том, что срок мы все выполним на ней. Улица Спортивная, еще один объект. Там происходит и уширение проезжей части, и, в общем-то, большое благое дело. Есть надежда, что удастся пробки в этом районе побороть. Опять же, как скоро, Юрий Владимирович, как скоро закончите? Успеете до холодов? Конечно, будем успевать. Ну, срок практически такой же стоял. 15 октября в настоящий момент сдерживает немножко работы по коммуникациям, которые находятся подвешены на опорах контактной сети. Сегодня мы заканчиваем переключение контактной сети на новые опоры. И приступаем за следом к переустройству кабелей связи, которые там находятся. Кстати, по плану они у нас уйдут в новую канализацию в землю. То есть, надеемся, что вид этого участка, он значительно преобразится. Еще один вопрос связан с переносом освещения на новые опоры. Но мы его также надеемся решить. И планово к 15 числу выйти на асфальтирование верхнего слоя, потому что у нас выравнивающий слой там уже уложен. Потребуется для завершения этих работ, ну, я думаю, что не больше двух дней проведения асфальта. Еще одна улица, улица Колхозная, она, насколько я понимаю, практически готова, да? То есть, полноценный дублер улицы Есенина создан. Да, заканчиваем работы по улице Колхозной. То есть, у нас выполнен участок от Есенина до Атрона. И сейчас заканчиваем участок от Атрона до улицы Горького. Там сама проезжая часть полотно дороги уже выполнена в асфальте. Сейчас ведется благоустройство. И остался еще один тротуар, который также там до 15 числа мы планируем завершить. Проводим сейчас работы по организации дорожного движения в этой зоне. Оно, скорее всего, немножко изменится. Я, наверное, пока не буду комментировать, как оно окончательно сложится. Но планируем, по крайней мере, на участке улицы Колхозной, новом участке, сделать одностороннее движение. Что ж, благодарю вас, Юрий Владимирович. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Юрий Бабушкин, заместитель главы администрации Рязани. О двух самых актуальных темах первой декады ноября. Пуски отопления в дома и завершении ремонта городских дорог. Это была программа «Лицом к городу». До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова